Так, как говоришь? Вустер. Стар? Тер. Вустер. Вустерский соус сразу же. Это не ваша компания сразу же, наверное? Не, не. Там есть. Кстати, про этот соус интересная штука. Про этот вустерский соус. Он находится в этом городе. Мы на работу проезжаем. А это тоже компания-конкурент, да? Нет, они конкуренты. Они просто соус один выпускают свой. О, блин, ну так-то прикольно. А до Англии, говоришь, далеко? Да, до Лондона. До Лондона. Это где-то 150 километров примерно, да? Нет. Там 1,8? А, точнее 300, да? 250 где-то. Нет, там дороги такие шикарные, что... А там ограничения тоже есть, наверное? Да, есть. Не Германия же. Блин, это вот кто тут у вас? Да, это у нас. Ой, товарищи, загугливайте в Устер, Англия и посмотрите, где живёт Илья. И просто офигените вообще. Так, хорошо, хорошо. Тогда мы будем не осло смотреть, а в Устер. Не в гости к тебе, в первую очередь. Ну, потому что я эти лоукостеры смотрю, но в Англию там, наверное... Но это только Устер. А ещё вообще вся Англия очень красивая. Ну, она же... Она и не плоская, да? И... Да. Ну, очень всем советую съездить обязательно в Эдинбург. Эдинбург. Это... Я вот перед приездом сюда, я был в Эдинбурге, три дня отдыхал в Эдинбурге. Это... Подписывайся! Я скажу так. Это... Это что-то... Это город построенный на двух мостах. Угу. Старый город построен на двух мостах и внизу город идёт. Прикольно. Это вот так вот стоит город. Интересно. Я потом покажу фотографии, видео я делал. И... И дорого вообще в Англии отдыхать? Ну, то... В Эдинбурге... В Эдинбурге я потратился... За три дня? Да. Во-первых, мне это подарок здесь сделали. Угу. Моя любимая сделала мне подарок. И там... Там... Он считается город-привидением. Там очень много привидений. А, это не Эдинбург ли был, где ты с 360 камерой был на автобусе? Да. Ага, я так и подумал. Это Эдинбург был. Красненько. И вот... Блин, там вот эти вот все... Экскурсии я взял, особенно вечером. Которые идут... Вот они идут вечером. И в подземные там эти все туннели, кладбищи. Рассказывают про привидения. Это все там, как кто здесь появлялся, где что. Ну, настолько все интересно и красиво там. И развито, вот этот развит этот туризм. Одна экскурсия под туннелем таким там, под этим мостом там, катакомбы там. Другая экскурсию я взял, которую на кладбище ночью надо идти. Там идет толпа, пятнадцать человек. Он рассказывает там, смеется, ржет там. С такими... Идет там по городу вот здесь идет. Здесь происходили там такие-то там события. И так... Кто-то, допустим, решит переезжать в Англию. Если он не житель ЕС, то это как? Это все-таки... Это очень трудно. Это уже трудно, да? То есть это придется и договор заранее готовить, и... Это самый легкий способ попасть не из Евросоюза людям, это жениться или выйти замуж за Евросоюз. Ага. А там есть у тебя примерно понимание или видение? Ну, вообще в Литве вроде как больше девочек. А нет, больше мальчиков, чем девочек. Ну, я не знаю об этом. Не знаешь. Ну, это вот просто тоже интересно. А вот в плане для России сейчас очень актуально. Если снять какой-то провокационную роль против власти России и бежать из России в Англию, то можно просто купить туристический билет, переехать в Англию, в аэропорт прилететь, и можно сразу в аэропорту сдаваться против политического бежащика России. Ага. Или поучаствовать, к примеру, в митинге. Да. Получить тумаков от полицейских, снять это все на камеру. Это прокатывает у них. Ну, это старая форма, вида формы, как эмигрировать в другую страну. Ну, я слышал, что... А, хотя если ты летишь на самолете, то ты куда прилетаешь, там и должно требовать убежище. А если ты едешь на машине, то в первая страна, в которой ты въезжаешь по дороге, должна быть убежище. Ну, насколько я знаю. Да. А про самолеты я не секу, конечно. Вот. И в Англии тогда тебя определяют в этот лагерь специально для эмигрантов. Дают тебе комнату. Дают... Двести пятьдесят фун... Двести семьдесят фунтов дают на первую неделю. И... Я не помню, вот или в неделю, или в месяц дают. А ты имеешь право работать, имея вот этот статус беженца? Там есть такая интересная штука. Когда ты подъедешь, тебя берут на рассмотрение все эти вот документы. Почему ты как-то сюда приехал, потом ты ждешь интервью там три месяца. Я с этим не сталкивался, но я слышал от людей, как они это все делают. Есть в Ютубе один человек, который именно по этим делам всем рассказывает. Он рассказывает про эту всю эмиграцию, как с Россией перебраться туда, политическую беженцу в Россию. И... Вот он... Говорил так, я не помню, или в месяц, или в неделю. То, что там обеспечивают в этом лагере едой, все, жильем и туда. И ты можешь выходить с этого, можешь гулять по городу, все. Но есть в Лондоне лагерь, ну там видишь, как тебя могут послать. Могут тебя послать вообще в Шотландию. В лагерь выслать. Если здесь места нет, в Шотландию, либо где-то посередине Англии выслать. Так вот. Ну это да, это эмоциональная встряска жесткая, конечно. Если семьей тем более. Да, если семьей. Уезжаешь в лагерь, блин, с семьей. Нет, живут, семьи, нормально. Тогда тебе дают побольше пространства, двухкомнатный барак такой. Там есть туалет, есть кухня, все. Там можно жить, так знаешь, по сравнению, блин, с российскими глубинками. Ши. Точно, точно. Да. То есть тебе еще деньги дают. Тем более, имея такие шансы, там есть власть неугодная и в Украине, и в Белоруссии, и сейчас и в Казахстане, и в Украине, блин. То есть, ну иди хоть там Назарбаева там, не знаю, посылай в этом, и хочешь идти там в них. То, что ты говоришь, что ты не согласен с властью и тебя ущемляет там. Да, твои права, вот там же нельзя группами собираться. А в Англии, что считается в Англии открытым словом, это очень сильно распространено. Там даже вот в Лондоне есть Букигемский дворец, есть парк рядом. Там очень много людей собирается. И там есть такая плита. Ты становишься на эту плиту и ты даешь все, что тебе не нравится про эту власть. Ты высказываешь полностью, типа на весь парк орешь. Мне не нравится то, то, то. Если у тебя появляются какие-то последователи, которые, блин, тебе да, правильно говоришь. Ты вплоть даже можешь идти до этого, до парламента. Можешь баллотироваться в парламент. Место получить. Потому что ты вот правильным путем идешь, товарищи. Такие люди нам нужны. Да, да, да. Куда поехали? Ну поехали туда. Допустим, я хотел съездить в один город. Ну и в Литву, собственно. Ну отдохнуть. Приезжаю здесь, потому что здесь я один. Мне тихо, спокойно. Я могу спокойно как бы собрать свой пазл обратно в голову. И обратно вернуться, блин, в Англию в жизни. И опять начать заново. Ну как, не заново, но опять как бы там. Потому что у меня тут как бы работа. Тут тоже немножко там то, то, то надо как-то это все думать. И плюс дома еще трое детей надо с этими детьми как-то там регулировать. У них тоже в школе там всякие мероприятия или еще что-то. Это надо все регулировать. И плюс еще какие-нибудь дополнительные там. В загородки? Да, есть там немножко такое. Я бочки продаю. Бочки? Просто бочки. Для вина или вот эти железные? Нет, пластмассовые бочки остаются после оливок. Нам у нас сортируют оливки и бочки по 200 литров. А шеф их просто тебе отдает? А они выкидывают их. А я забираю и продаю по 10 фунтов за одну бочку. За сколько? За 10 фунтов одну бочку. О, нифига себе. Так на самом деле они даже тут стрельнули бы эти бочки. Стрельнули бы здесь, но их надо завести до сих пор. Да, такой объем тащить. Ну в смысле они объемные физически. Да, блин, ну 200 литров. Обалдеть. Ну блин, я бы на Алтае, если бы мне кто-то сказал по 10, даже по тем деньгам, то есть 10 фунтов каких-то там, пол-крытых тысяч рублей, ну там бочки дороже стоят. Ну под слив там, на даче, там куда угодно. Да. Расходятся бочки, блин, ну считай в неделю могу продать 20 бочек. А что у вас такой прям большой объем этих бочек освобождается на работе? В неделю около 10-15 бочек освобождается. Прикольно. Прикольно. Ну я вот по 2, по 3, блин, привожу домой, складируют. У меня эти бочки покупают люди, человек, все что может придумать, то придумает с этих бочек. Кто-то клумбы, кто-то, у меня же покупали зоопарк, звонят, пишут на ebay, вот мы хотели бы воскупить 10 бочек для слонов. А чтобы они с ними игрались? Нет, коробушки сделали для слонов, мне очень удобно. У нас не получилось, просто они очень далеко были, а мы не занимаемся шипингом. Мы не высылаем, у нас приезжают, забирают. Потому что это очень тратный, ну муторный очень, блин, тратиться это, блин, надо время. Ну 10, это за 200 и за 200 фунтов столько телодвижений лишних сделать, когда у тебя сами приезжают и так же занимаются. Ну да, в Африку воду высылают. Что, реально? Это реально воду. Я у них спрашиваю, зачем эти бочки покупать? В воду, говорит, высылают в Африку. Не подписался? Подпишись. Подпишись. Жамкой колокольчик. Быстро подписался. Подпишись.